С неба Как и на небе, воля Твоя Это будет на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, воля Твоя Отец, прости наши долги Как ты прощает должника Наши И в искушение не лети Но от лукавого не спать Жизнь наша будет на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, воля Твоя Это будет на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, воля Твоя Как и на небе, воля Твоя Как и на небе, на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, воля Твоя Как и на небе, на земле Как и на небе, на земле Как и на небе, на небе, на земле Как и на небе, на небе, на земле Как и на небе, на небе, на небе 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 С неба водопады С неба водопады Прямо в сердце С неба водопады С неба водопады Небеса открыты Все грехи овыты Не просил меня Отец, я тут Мое сердце тает А любовь снятая Все течет, течет с небесной твой Скажи мое сердце Мое сердце тает А любовь снятая Все течет, течет с небесной твой На землю с неба водопады С неба водопады С неба водопады Прямо в сердце С неба, Багопады, с неба, Багопады, с неба, Багопады верю! Небо! Благодать и милость Жизнь мою явилась Расканяя тучи, я давно Мое сердце тает, а любовь святая Все течет, течет с небесной бой Скажи своему сердцу Мое сердце тает, а любовь святая Все течет, течет с небесной бой Знаете, есть одна такая заповедь от Господа Иисус когда-то сказал Не запрещайте детям приходить ко мне Почему Иисус так говорил? Потому что когда собиралось очень много людей вокруг Иисуса Христа Их собиралось тысячи на самом деле Дети, они бежали к Иисусу Христу Они обнимали, они лезли к Нему на руки Можно сказать, они мешали ходу или течению богослужения И ученики, конечно, они старались не допустить детей Не пропустить их, чтобы дети Они просто на самом деле не мешали Христу идти По тому пути, по которому он шел Чтобы они не мешали ему говорить И на каком-то этапе Иисус Христос сказал Не запрещайте детям приходить ко мне Ибо таковых есть Царствие Небесное Когда у нас началось в Казахстане сильное пробуждение Это началось в 90-е годы В 93-м году мы открыли новую церковь Которая получила название Благая Весть И начало приходить очень много людей И у нас церковь выросла за короткий промежуток времени До 100 человек Потом 120 человек В конечном итоге 200 человек И потом мы молились Мы получили откровение, что надо выкупать Огромное здание в центре города Мы выкупили это здание Начали строить помещение на тысячи человек И на конференциях, на семинарах Собиралось очень много людей И вы знаете, когда было сильное Божье присутствие Дети, они сами, никто им не говорил Они выбегали вперед И начинали играть, танцевать, петь, плясать И в первое время, на самом деле, у нас Первая человеческая реакция Запретить, ну что это такое Дети тут бегают под ногами А потом мы вспомнили эту заповедь О том, что Иисус Христос говорил Не запрещайте детям И мы просто разрешали То есть, когда конференция проходила Вот группа прославления поет А впереди, вот прямо перед сценой Дети, они танцуют, пляшут, поют песни Это было иногда весело Забавно за ним наблюдать Как они там кувыркаются Мы сегодня помолимся за наших детей Мы не будем нашим детям запрещать Правда? Приходить к Иисусу Детки, выходите, мы за вас помолимся Слава нашему Богу Прошлая наша тема Она была Если вы помните Какая проповедь была На какую тему Исполняем ли мы первую заповедь Да? Я Мне проповедь понравилась Не знаю, как вам, но мне понравилась Потому что для меня это тоже было откровением И сегодня мы продолжаем эту тему Потому что сегодня тема Ну, как бы так, логически продолжается Исполняем ли мы вторую заповедь? Как звучит вторая заповедь? Возлюби ближнего своего Как самого себя Давайте мы откроем это место Мы это место прочитаем вместе Оно написано в Евангелии от Марка Двенадцатая глава С двадцать девятого стиха И у кого нет Библии Вы можете Смотреть на проектор Иисус отвечал ему Первый из всех заповедей Слушай, Израиль, Господь Бог Наш и есть Господь Единый И вы знаете, неспроста Иисус Христос начинает Именно с такого изречения Которое также звучит и в Ветхом Завете Господь Бог наш Есть Господь Единый Бога разделить невозможно Мы знаем, что есть Бог Отец Есть Бог Сын Есть Дух Святой И все три они суть Что написано? Едино Разделить их невозможно Ну, вот эту семью На самом деле точно никто не разобьет Правда? Мы в этом даже не сомневаемся Там нет никаких разделений Там нет никаких споров Там нет никаких разноглазий У них полное единодушие Полное единомыслие У них один дух У них Одна мысль Одни заповеди Которые не меняются Из 30 стиха мы можем прочитать И возлюби Господа Бога Твоего Всем сердцем Твоим Всею душою Твоей И всем разумением Твоим И всею крепостью Твоей Вот первая заповедь Вторая подобная ей То есть вторая заповедь Она аналогичная Возлюби ближнего Твоего Как самого себя Иной больших сих заповедей Нет С 32 стиха Книжник Который также слушал Слова Иисуса Христа Он сказал ему Хорошо, учитель Истину сказал ты Что один есть Бог И нет иного кроме Его И любить Его Всем сердцем И всем умом И всей душой И всей крепостью И любить ближнего Как самого себя Есть больше всех Все сожжения и жертв Иисус видя Что он разумно отвечал Сказал ему Недалеко ты От Царствия Божия После того Никто уже не смел Спрашивать Его То есть книжник Кто такой книжник Книжник того времени Это был человек Внимательный Следующий Священное Писание Тору Септуагинду Пятикнижья Но Как правило Это было из среды Или фарисеев И саддукеев Они на самом деле Не знали Живого Бога И когда Иисус Христос Посмотрел в его сердце Он увидел Что он очень разумно Отвечал Он сказал Ты очень недалеко От Царствия Божия То есть даже человек Который исследует Священное Писание Который стремится Понять Познать Через Ветхий Завет Если он будет делать Это искренне Он уже недалеко От Царствия Божия Но Когда мы входим В Царствие Божие Когда мы лично Познаем нашего Господа Иисуса Христа Потому что Он есть врата Он есть дверь Царствие Небесное Он есть путь И истина И жизнь Так говорит Евангелие Когда Я когда-то делился Своим откровением Именно в 94-м году Когда я первый раз Получил это откровение Я делился в церкви И мне пришло такое Знаете Как вспышка какая-то Психологи это называют Инсайт Какое-то озарение Я читал очередной раз Эти заповеди И я вдруг Задался таким вопросом Господи А как же так получается Если я люблю тебя Всем сердцем Если я люблю тебя Всей душой Если я люблю тебя Всем своим разумением Если я люблю тебя Всем своим телом Крепостью Когда я разворачиваюсь Своему ближнему Что получается Мне любить Нечем Не остается Ничего Получается так Это элементарная логика Математика О том что если у меня Все там Все сердце Все разумение Вся крепость Вся сила Ближнего Это даже Это не твоя задача Это не твоя ответственность Твоя задача Любить меня Всем сердцем Всем разумением А ближнего Твоего Кто будет любить Бог будет любить Близнего Вместо меня В принципе И другое место В послании к Филиппице Вы можете услышать Подтверждение Апостол Павел Воскресает Бог свидетель Он берет Бога во свидетели Я люблю всех вас И как он любит Написано там Любовью Иисуса Христа Слышите да Он не пытается Апостол Павел Не пытался Любить своей любовью Потому что Я думаю что Каждый глубоко Исследующий Писание Рано или поздно Поймет о том что Пытаться любить Свою любовью Близнего своего Это очень Умозрительно Это очень ограничено Это очень ненадолго Потому что Наша человеческая любовь Она очень ограничена Резервы довольно быстро Истощаются Поэтому все те люди Которые пытаются Любить своего ближнего Например психологи Как в этом мире Они учат Психологи учат так Светские психологи Они говорят О том что Ты сперва Эти заповеди Они правильные Они приводят Евангелие В пример Говорят Сперва полюби себя самого А потом Когда ты себя полюбишь Примешь себя Тогда ты поймешь Как любить своего ближнего Эти заповеди верны Надо только сперва Полюбить самого себя Очень опасное Такое лжеучение На самом деле Почему Потому что опять же Ну просто Если опять Брать язык логики То это Замкнутая система Замкнутая система Она о чем говорит Я Пытаюсь Брать резервы Силы Из самого себя Понимаете То есть Я сперва должен Полюбить самого себя Вот И это вот Внутри меня Но эта система Она очень такая Опять же ограниченная А потом Подчеркнув из себя Какую-то любовь Я пытаюсь еще Кому-то ее дать После того Как я Сему себя полюбил Но опыт Говорит о том Что после того Как человек Если человек Действительно себя полюбил То есть стал эгоистом До ближнего Как правило Дело не доходит То есть Это просто Светская психология Которая очень ограничена Людей на самом деле Учат любить Самих себя А потом уже Просто там Уже сами Разбирайтесь Но как правило До любви К ближнему Своему делу Не доходит Поэтому и браки Такие в этом мире Они очень такие Шаткие Они очень ограниченные Очень много разводов И даже если Двое человек Остаются вместе Это лишь условная Такая любовь Которая говорит Ну ты меня не трогай Я тоже тебя не трогаю Давай жить Просто вместе Каждый сам по себе Ну примерно вот так От любви Уже там ничего не осталось Этот завет Который двое заключили Он очень легко Разрывается дьяволом Потому что Он не имеет защиты Заповеди Божии Они прицеплены То есть Нам дан Резерв Колоссальный резерв То есть Мы Первая заповедь Мы призваны к тому Чтобы прилепиться К самому огромному Океану Бесконечной Безграничной Любви Аминь Если я люблю Бога всем сердцем Который есть Сама любовь К чему я прилепился Я прилепился К такому резервуару Которого конца Уже нету Нету ни конца Ни края Аминь У меня любви Хватит на всех Поэтому апостол Павел Громогласно заявлял Я люблю всех вас У меня любви Хватит на всех Потому что Это не моя любовь Я люблю вас Любовью Иисуса Аминь Ну знаете Чуть попозже У меня возник Следующий вопрос Я так Господи А что же С моей женой Как бы так Как-то мне становится Неуютно Получается так Что по этой заповеди Ты планируешь Жену мою Любить через меня Просто Знаете Как-то так Ну такой деликатный Вопрос Я очень деликатно Задал Чуть ли так Просто шепотом Знаете Опять же Через какое-то время Я получаю Очень четкий Ясный ответ Ну и Примерно Своими словами Я не буду так Я уже не помню Потому что Очень много лет прошло И Бог Мне просто так Проговаривает Опять же Через другие места Писания Через других людей Верующих Он говорит о том Что Бог не претендует На физический Аспект любви Бог выше Всех этих Моментов Но Ты должен запомнить Для себя о том Что Существует Семь разновидностей Любви Которые Мы проходили Периодически Вспоминаем Об этом Физическая любовь Любовь Филио Дружеская любовь Романтическая любовь И так далее И так подобное И все эти Любви Разновидности любви Они черпают Они черпают Свою силу Они черпают Своё помазание Они черпают Свои эмоции Чувства Желания Из Божьей любви Из любви Христовой Потому что Одна Только одна любовь Она имеет Просто На самом деле Колоссальный резерв Она бесконечна Она безгранична И здесь на самом деле Бог мне просто напомнил В первом послании Коринфян звучит Такая заповедь Что жена Она не властна Над своим телом Но кто властен? Но муж И муж не властен Над своим телом Но жена Бог дал нам Друг друга Он дал нам Во власть Тела друг друга Для наслаждения То есть Именно в церкви Мы призваны учить О том Что секс Это хорошо Но только Внутри брака Аминь То есть Здесь мы На самом деле Это не запрещено Потому что Когда-то Меня Просто на самом деле Моя коллега Она начала Меня пристужать Как же вы верующие Вы такие бессовестные Вы же Вы же блудите Кто блудит? О чем вообще Говорит? Ну ты же блудишь Со своей женой? Я говорю Ты Евангелие Когда-нибудь читала Вообще? Нет не читала Но ты говоришь Такие глупые слова Потому что Ну кто тебе сказал О том что Ну если мы занимаемся Сексом Да значит мы В блуде Бог нас благословил Он сказал Плодитесь И размножайтесь Бог не против секса Просто он дал это В определенных Установленных рамках Для того чтобы Был порядок Бог не против того Чтобы мы получали Наслаждение Аминь Внутри брака Абсолютно нет И наоборот Бог дал абсолютно нам Все Чтобы мы получали Колоссальное наслаждение Да Ну просто Чтобы мы были счастливыми Абсолютно счастливыми Во всех аспектах Наших жизней Но Очень важно нам Не забывать о том Что источник Он только один Если мы себя Обрубаем Если мы Заключаем завет Брачный завет Вне Бога И говорим так Бог Мы знаем что ты где-то есть Но мы как-нибудь Без тебя разберемся Бог не защищает И не оберегает Тех браков Которые заключены Вне Него Самый мощный завет Да Это когда мы заключили Завет с Богом А потом уже заключили Завет друг с другом Аминь Это библейский Это Божий Завет И тогда Бог хранит Слава нашему Богу С этим мы разобрались Давайте мы пойдем дальше Следующее место Которое хочу открыть Оно написано В Евангелии от Матфея Мы переходим Ко второй заповеди Евангелие от Матфея Седьмая глава Только один Двенадцатый стих Я возьму Буквально Расшифровка Второй заповеди Она дается Самим Господом Иисусом Христом Он расшифровывает Эту заповедь Как нам любить Своего ближнего И Его слова Итак Во всем Как хотите Чтобы с вами Поступали люди Так поступайте И вы с ними Ибо в этом Закон И пророки Аминь Мы вспоминаем О том что О первых заповедях Иисус Христос Также говорит О том что Вот в этих двух заповедях Закон и пророки Здесь повторяется Эта мысль В этом закон и пророки Почему? Потому что Это вторая заповедь Вторая заповедь Говорит О том что Если ты хочешь Научиться любить Своего ближнего То тебе надо поступать Таким то образом Во всем Как ты хочешь Чтобы с тобой Поступали люди Так поступай В отношении Своего ближнего Аминь И ты исполнишь Вторую заповедь И здесь На самом деле Все становится Очень просто Когда мы задаем Богу такой вопрос Или мы думаем Так господи Ну как мне любить Ближнего своего Я подхожу к жене Я подхожу К своим друзьям И прежде чем Поступить как-то Каким-то подобным образом Что-то К своему ближнему Я думаю Хотел бы я Чтобы так Со мной поступили Как я сейчас Хочу поступить В отношении Своего ближнего Это самое верное Правило И опять же Психологи Светские психологи Взяли Это правило За вооружение И это правило Сегодня Носит такое название Это золотое Золотое правило Психологии Даже светской психологии Но опять же В какой-то степени Я могу так сказать О том что Конечно же Это золотое правило В этом мире Преподается Искаженно Потому что Когда мы пытаемся Золотое правило Использовать Своими человеческими силами У нас ничего Не получается Или это просто Получается На очень Ограниченное время И очень так Очень важно Нам помнить О том что Не исполнив Первой заповеди Мы никогда Не сможем Исполнить И вторую заповедь Просто раз Я немножко Напомню Мы просто Буквально Пробегусь Что значит Исполнять Первую заповедь Что значит Возлюбить Бога Всем сердцем Всем разумением Это не просто Говорить Богу Какие-то бесконечные Призвания в любви Иисус Христос Говорит Если вы любите Меня То вы принимаете Меня Еще одно То что Иисус Христос Говорит Если вы любите Меня То вы слышите Голос пастыря своего И еще что Иисус Христос Говорит Если вы любите Меня То вы исповедуете То вы говорите То что я говорю И мы читаем В посланиях О том что Мы с сердцем Веруем к праведности Устами Исповедуем Ко спасению Аминь Второе Второй такой блок, который я давал, Иисус Христос опять же говорит, что если вы любите меня, то вы что? То вы исполняете заповеди мои. И третий блок, о котором мы говорили, Иисус говорит, что нет больше той любви, как если кто душу свою полагает за друзей своих. Вы знаете, интересно, вот эти три правила, они работают везде. Они работают в человеческих взаимоотношениях, они работают в семье, они работают в церкви, они работают в обществе. Каким образом? О том, что если я в своей семье хочу доказать или показать, что я действительно люблю свою жену, то я не только признаюсь в любви, я обеспечиваю свою семью. В первом послании Тимофея апостол Павел говорит, тот, кто не печется о своих, а тем паче о домашних, помните это место? Тот отрекся от веры и хуже неверного. То есть, если человек говорит о том, что я люблю на самом деле свою семью, но не заботится и не печется о своей семье, этим самым он говорит, что он на самом деле не любит. Когда я люблю свою семью, я ее и что? Я обеспечиваю. Я пекусь о своей семье, чтобы мои дети, они были одеты, чтобы они получили достойное образование, если это у Господа Бога, чтобы жена, она постоянно доокупалась, не только в моих признаниях, но она понимала, что я забочусь о ней. Но самое главное, нет больше любви, как если кто душу свою. Это момент на самом деле твоего посвящения. Если ты любишь свою жену, или если ты любишь своего мужа, или если ты любишь своих детей, или если вы любите своих родителей, вы должны быть призваны. Мы призваны все быть достаточно посвящены. Аминь. Момент посвящения. Если муж посвящен жене, она прекрасно понимает о том, что он любит ее. Если жена посвящена мужу, если родители посвящены детям, если дети посвящены родителям. В церкви это тоже очень хорошо работает, потому что на самом деле мы смотрим на то, насколько члены церкви, они исполняют заповеди, насколько они ходят действительно перед Богом. Но самое главное, они доказывают высшую степень своей любви тем, насколько они посвящены церкви. Телу Христову. Или насколько они действительно посвящены нашему Господу Иисусу Христу. Тем, что они вовлечены в труд церкви, тем, что они помогают. Тем, просто на самом деле нам очень важно оценить. Я сегодня пришел, ну просто вот к часу, ну смотрю вот группа прославления. Думаю, они пришли еще там где-то к 12. И они гоняют, гоняют вот эти песни. И я хочу сказать, просто мы, которые приходим уже в 2 часа, мы не видим вот этот труд. Но я думаю, вот ради интереса, вот придите как-нибудь просто к часу пораньше. Потому что когда мы видим, насколько члены церкви, прославители или молитвенники, насколько они посвящены, это нас зажигает. Нам тоже хочется так сказать, Господи, вот эти люди, они трудятся для Тебя. Они получают от этого благословения. Они на самом деле, ну просто трудятся для Тела Христова, чтобы мы получили благословение. Чтобы мы пришли на благослужение, и чтобы прославление как вот так, на самом деле, как обрушилось. Божье благословение. Нам хорошо, когда хорошее прославление, правда? Нам хорошо, когда музыка течет. Нам хорошо, когда все отработано. Когда на самом деле, ну просто вот балерина скачет, она такая вся влетает в воздухе. А мы не знаем часто, каким трудом ей это дается. Что за этой красотой стоит? Слава нашим Богу! Давайте мы пойдем дальше. Третье место, которое хочу сегодня открыть, оно написано в послании Галатам, 6 глава. 7 стиха мы можем прочитать. «Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление». Мы будем в ближайшее время разбирать, что значит сеять в плоть. Мы уже проходили, что значит быть плоским христианином. «А сеящий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И мы будем проходить еще очень подробно, подробнее будем проходить, что значит сеять в дух. И что значит от духа пожинать жизнь вечную? Что значит быть духовным человеком? То есть как христианин, я могу быть плоским христианином, я могу быть духовным. Я могу сеять в плоть, я могу сеять в дух. В первом случае я пожинаю тление, то есть смерть, ничего хорошего, бесплодное. Во втором случае, когда я сею в дух, я пожинаю жизнь вечную. Хороший плод, плод святого духа, который есть любовь, радость, мир. Девятый стих продолжает мысль. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. Наипаче мы призваны делать добро своим поверь, то есть мы призваны заботиться о своих, о теле Христовом, в первую очередь служить именно своим ближним. Очень можно четко отследить по Библии, по Евангелию, кто такие ближние и кто такие дальние. Ближние – это вот как раз, это место об этом и говорит. Ближние – это те, которые в Завете, которые заключили Завет с Христом, это те, которые наши, это те, которые свои Господу, это дети Божьи, мы призваны любить ближнего своего. Те, которые вне Завета, мы тоже призваны их любить. Но по Библии отслеживается, что это дальние, они еще пока не с нами, они еще пока чужие, они еще пока не свои Богу и так далее и тому подобное. И мы именно поэтому и молимся за них, чтобы они также стали своими, аминь, чтобы они также стали близкими нам. Но пока еще они ходят своими путями, где-то гордятся, где-то надмиваются, где-то чего-то не понимают. И наше призвание – привести их к живому Богу, к познанию нашего Господа Иисуса Христа. Здесь апостол Павел делится таким основным принципом. Что мы сеем, то мы и пожинаем. Это тоже имеет прямое отношение к заповеди любви ближнего своего. Потому что если я сею в плоть свою, то есть если я поступаю по-плоцки, если во мне еще живет какая-то гордыня, и я вместо того, чтобы быть для кого-то благословением, я кого-то целенаправленно могу как-то поранить, причинить какую-то боль, каким-то словом оскорбить, каким-то действием просто… Ну, просто я пока еще не живу по этому золотому правилу, я не думаю о последствиях. Как бы я хотел, чтобы этот человек поступил ко мне, так я поступаю сейчас к нему. Я сею в плоть. То есть я взял и сказал ему, не подумав, что-то сделал в отношении его, не подумав, что-то посеял в его жизни, не подумав. И плод, он, как правило, горький. Если я сею в плоть, я пожинаю тление. И знаете, другие места Писания, они говорят, что мы, как правило, пожинаем в 30-60-100 крат. Если мы сеем что-то плохое, какой-то горький плод, через какое-то время, знаете, на самом деле, я этот путь проходил, потому что когда-то я был очень гордым человеком, таким спесивым, таким, ну, просто очень много унижал других людей, потому что я думал, что почему-то мне казалось, что я лучше всех, умнее всех. И мне казалось, что вот, что ты можешь вообще мне сказать? Ну, просто вот сиди, слушай, вот я скажу, вот это будет точно и правильно. Что ты можешь вообще вот здесь сделать? Вот посмотри, как надо сделать. И своими действиями я унижал людей. И вы знаете, интересно, когда я обратился к Богу, Бог начал проводить меня через такие ситуации. Когда я унижал, я на своей странице выставил этот статус, когда я унижал другого человека, Бог всегда найдет еще одного человека, который бы просто так же поступил в отношении меня, как я поступил вчера, в отношении этого человека, да? То есть, Бог начал ставить меня в те ситуации, в которых просто я чувствую себя, на самом деле, настолько униженным. Какие-то уничижающие ситуации. Я кого-то оскорбил, через какое-то время оскорбили меня. Я у кого-то там украл, там незаметно, там его время драгоценное, что-то украл. Через какое-то время украли у меня. Я просто понял, это принцип, закон сения и жатвы, он работает. Тогда я убедился о том, что этот закон работает. Никто не видит. В Ветхом Завете есть такие очень четкие, ясные примеры, да? О том, что один царь там начал глумиться над своими пленниками. Через какое-то время его взяли в плен, и так как он вот своим пленником отрубал пальцы, и тот царь, который взял его в плен, он не знал о том, что он так глумился. Он взял и отрезал ему пальцы. На руках и на ногах. Закон сения и жатвы. Что нас должно в этом радовать? То, что закон сения и жатвы, он работает как в плохую сторону, так и в хорошую. Просто вы знаете, на самом деле, так этот мир устроен. Добро сеять всегда, что? Тяжелее. Чтобы сорняк вырос, практически труда не надо, никакого уклада. Ты просто вот так кинул там туда сорняк, он сам раз, и все, поле занял. А чтобы посадить хорошее дерево, которое приносит хороший, добрый плод, надо ведь этот сорняк, что? Его надо повыдергивать, дергивать, приготовить поле, вскопать его, удобрить очень хорошо, посадить хорошее дерево и потом дождаться. Именно поэтому это место в Библии, в послании Галатам говорит, делая добро, да не унываем. Потому что, чтобы пожать плод, нужно терпение. Оно не сразу придет, о том, что вот просто раз, посеял добро, и думаешь, вот завтра, наверное, мне это быстренько вернется, в 360-100 крат. Как правило, добро, оно приходит намного позже, чем то зло, которое вчера, допустим, я сел. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим, поверим. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Все патриархи, посланники времени, вы можете прочитать, так, что даже патриархи, которые делали очень много добра, очень много сели, они даже не думали получить на этой земле. они верили в то, что Абитова они получат там, на небесах, этот небесный город. Давайте мы перейдем к следующему месту. Оно написано в первом послании от Иоанна, вторая глава. Евангелие от Иоанна, вторая глава, с первого стиха, мы можем прочитать. Апостол Иоанн пишет, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, «Я познал Его, но заповедь Его не соблюдает, тот лжец, и нет в Нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась». То есть она достигла полноты. Из всего узнаем, что мы в Нем. Из этого мы узнаем, что мы в Нем, во Христе Иисусе. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. И вы знаете, еще одно правило, как мне любить моего ближнего в этом мире. Мне очень важно в это поверить. Мне очень важно этим проникнуться. Библия во многих местах, в Евангелии, нам еще и еще раз подводит к тому, что мы призваны в этом мире жить так, как жил Иисус Христос. Иисус Христос говорит, что вы будете делать то, что я делал, и даже более того будете делать. Даже более того, потому что Иисус желает продолжать нас. Это место говорит о том, что мы, оказывается, мы призваны к тому, чтобы поступать в этом мире так, как Иисус Христос поступал. Вы знаете, очень хорошее правило, которое звучит примерно так. Если я в чем-то не уверен, как мне надо поступить, или что мне надо сказать, или перед каким-то событием, Бог от меня чего-то ожидает, какого-то решения, спрашивайте себя, спросите у себя так, Господи, как бы Ты поступил на моем месте? Спросите у Бога, Христос, как бы поступил Христос вот на моем месте? И вы знаете, это очень хороший пример, потому что во многих ситуациях мы понимаем, или многие люди говорят так, вот эти заповеди, о которых Иисус Христос говорил, их невозможно исполнить. Они настолько вообще невероятны. Мне надо любить своего врага, меня проклинают, а мне надо в ответ благословлять, меня обижают, а мне в ответ надо молиться за обижающих меня, меня всячески гонят, гонят, притесняют и так далее и так далее. Невозможно. Иисус Христос чуть позже говорит, человеку это невозможно, но Богу все возможно в нас. Аминь. И вы знаете, для меня это было привилегией, для меня это было откровением. Я сегодня говорю так, я понимаю, что как человек я не могу это сделать, но я понимаю, что я могу позволить Иисус Христу это сделать через меня, то, что мне невозможно. Сегодня очень важно вам просто вот так различать, провести такую грань. Есть в моей жизни просто то, что я на самом деле как человек не могу сделать. Я не могу кого-то простить, я не могу кого-то на самом деле просто как-то благословить, но Иисус Христос-то может. Позвольте сделать это Иисусу в вашей жизни. Именно в этот момент вы становитесь христианами. Аллилуйя. Потому что христиане это не те, которые могут что-то сделать, что другие люди не могут. Христиане это те люди, которые позволяют Христу делать через них. Аминь. Потому что религия пытается делать сама. Живая искренная вера, она позволяет Богу. Аминь. И тогда заповеди Господни, они становятся не тяжкими. Аллилуйя. Религия очень тяжелая штука. Вы знаете, религиозники, как правило, очень обозленные. Они говорят, мы так много труда делаем, мы там постоянно молимся, мы там лбы расшибаем себе, мы там ползем куда-то в очередной раз, седьмой раз уже вокруг этого озера. Мы там где-то что-то. А вы там такие, вот ты зашла в храм, крашенная там и так далее, и так подобное. Религия очень злая штука. Она набрасывается на всех, она ругает, она унижает, оскорбляет. Потому что им очень тяжело. Почему тяжело? Потому что своими силами. Они до сих пор еще не поняли. Когда-то Мартин Лютер, я периодически привожу эту историю, он очередной раз полз куда-то. Полз куда-то, на самом деле совершая очередное послушание. Он был священником в католической церкви. Это знаменитая история. И в какой-то момент, главное, что ему сказали, что повторяй про себя, место из Евангелия, праведной верой жив будет. Вот еще одна ступенька. Праведной верой жив. И он полз на четвереньках вот так, потому что вот такое послушание. И на какой-то на какой-то там ступени, я не помню, какой он вдруг получает. А правильно это. Верой жив будет. Не ползанием на коленях, не унижением самого себя, не самому неучижением, не самосмирением, не вот это. Просто мне нужна сейчас вера. Мне надо просто поверить в то, что Иисус Христос сегодня жив. Он встал с колен, отряхнул колени, и с этого момента началась реформация. Аллилуйя! Наконец-то понял о том, что просто на самом деле вот этими религиозными делами Богу угодить невозможно. Вера. Аминь. Благодатью мы спасены через веру. Сеяние от нас. Божий дар. Написано, чтобы никто не хвалился. Никто из нас не может похвалиться. Когда мы позволяем Богу делать через нас то, что Он хочет, вся слава уходит Господу. Аминь. Мы не можем ничего присвоить себе. И это очень легко. Заповеди Господни становятся очень легкими. Потому что Сам Господь через нас их и выполняет. То, что мы не можем. Аллилуйя! Очень просто, правда? И это очень хорошо. Как мне любить своего ближнего? Мы говорим так. Господи, да я не могу его любить уже. Он мне уже надоел. Он мне уже глаза намазолил. Просто я на него смотреть не могу. Бог говорит, ну ты не можешь, но я-то могу. Позвольте на самом деле Иисус Христу полюбить на самом деле через вас, вашего ближнего. И потом, постепенно и ваша любовь, и романтическая любовь, и всякая любовь, все вот эти разновидности, они наполняются от любви Христовой. Аминь. Слава нашему Богу. Итак, мы узнали о том, что мы призваны в этом мире поступать так же, как Он поступал. Последнее место, которое я сегодня хочу открыть. Оно написано в послании к Ефесянам. Пятая глава. Здесь я хотел бы взять несколько стихов. Я буду просто их зачитывать выборочно. Послание к Ефесянам 5 глава с первого стиха звучит так. Сейчас Оксана откроет на проекторе. Оксана, какая-то заминка? Потому что это очень важно, чтобы мы его увидели. Давайте я начну читать пока. Итак, подражайте Богу. Еще раз повторяется мысль. Подражайте Богу. Мы имеем это право подражать Богу, как чеда возлюбленные. Живите в любви. Мы призваны жить в любви. Как и Христос возлюбил нас, мы призваны любить, как Христос. И предал себя за нас приношение жертву Богу в благоухание приятное. Восьмой стих я хочу прочитать. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чеда света. Десятый. Испытывайте, что благоугодно Богу. Мы призваны испытывать. Господи, угодно Тебе это, то, что я сейчас скажу. Господи, угодно Тебе то, что я сейчас сделаю. Господи, угодно Тебе, как я сейчас поступлю. Мы призваны постоянно соизмерять каждый свой шаг. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Мы призваны не участвовать в бесплодных делах тьмы. в делах этого мира, призваны обличать. Посему сказано, 14 стих, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветить тебя Христос». Наша задача – встать, наша задача – проснуться. Аминь. И наша задача – позволить Богу нас осветить во Христе Иисусе. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Намного лучше исполняться духом, чем упиваться вином. «Помянуйтесь друг другу страхи Божьим». 21 стих. «Жены, поминуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водное посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вы знаете, даже психологи утверждают, что если муж очень сильно любит свою жену, но настолько сильно, что он ей полностью посвящен, он делает все возможное, чтобы доказать свою любовь, когда этой любви очень много в семье, у жены, у нее даже не появляются мысли о том, что куда-то уйти на сторону, или как-то выглядит плохо, потому что она освящена вот этой любовью, она насыщена, ей хорошо, она счастлива. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя». И здесь еще одно такое правило. Мы недавно проводили семинар «Библейские основы супружества» с Наташей мы проводили вместе. И там мы рассматривали, что существует и в мире, и в Боге, но это идет из Евангелия, такое основное правило, которое именно в этих стихах описывается. Для мужа что очень важно? Для мужа важно, чтобы в его семье, в его доме его уважали. Вот в данном аспекте, что жена да боится мужа, давайте мы будем воспринимать это как уважение. Жена призвана уважать своего мужа. И вы знаете, для мужчины это очень важно. Но я могу так сказать, что ничего нет важнее для мужчины в семье, как уважение, как признание, что он муж, что он глава семьи, что просто он уважаем в своей семье. Для женщины что важно? Для женщины не так важно, чтобы ее уважали. Для женщины в семье очень важно, чтобы ее любили. Аминь? Это правда? И на самом деле, когда женщина получает любовь, и когда мужчина получает свое уважение в доме, только тогда семья входит в полноту и в гармонию. Все, семья в гармонии. И тем самым мы показываем, написано так в последнем стихе, 28-й, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. «Любящий свою жену, любит самого себя». И чуть-чуть раньше апостол Павел описывает этот принцип, потому что Иисус Христос тоже любит Церковь свою. Потому что кто же не любит своей плоти? Ну, в том плане, кто будет на самом деле, ну, просто как-то угнетать свою плоть? Потому что мы во Христе Иисусе призваны. Как Иисус Христос греет и питает свою плоть и заботится о ней, мы также призваны заботиться о теле Христовом. Потому что здесь царит такое правило. «Если я люблю свою жену, на самом деле этим самым я показываю, что я действительно люблю самого себя». И отсюда возникает такой логический вопрос. Получается так, что если муж не любит свою жену, что получается из этого стиха? Он не любит на самом деле самого себя. Если жена не уважает своего мужа или не любит своего мужа, этим самым она показывает, что она не уважает себя и не любит саму себя. И здесь на самом деле, вот просто, вы знаете, вот чем нам очень важно проникнуться? Вот срабатывает такое правило. Мы, как христиане, мы не призваны любить самого себя, мы призваны принять себя в Божьей любви, во любви Христовой. Мы в ней на самом деле, если мы правильно понимаем священное писание, мы в любви Христовой, мы просто купаемся. Мы призваны постоянно пребывать вот в этом океане любви. Этой любви очень много. И если я на самом деле вот в этой любви купаюсь буквально, если я себя принял в Божьей любви, мне очень легко любить своего близнего, мне легко любить свою жену. Я могу так, конечно, бесконечно говорить о ком-то, но я считаю, что самым ярким свидетельством является моя личная жизнь. То есть, когда ты сам о своей жизни говоришь, ты говоришь, я так живу, у меня вот это есть, то это срабатывает лучше всего. Аминь. Потому что если я сам это не имею, а рассказываю о ком-то другом, то просто это есть одна из форм лицемерия, это напрасные, пустые слова. Я просто в своей жизни отмечаю, что вот интересно, я заметил очень четкую такую тенденцию о том, что если я, были периоды в моей жизни, когда я охладевал Боги, и охладевали автоматически мои чувства к Наташу. В тот момент, когда я опять возвращался в первую любовь, просил Господа, Господь, я не хочу, я не хочу отходить. Пожалуйста, дай мне свежих откровений, пожалуйста, дай мне самому ревность, жажду, желание искать тебя. Вновь и вновь. Бог поднимал меня на определенную высоту. И вы знаете, на самом деле, когда я видел, что завет обновился, завет с Христом обновился, я видел, что обновились наши взаимоотношения с Наташей. Чувства новые приходили. Я со временем заметил, что мои чувства к моей жене, они с годами не остыли. Они становятся еще более мощные, еще более постоянные, еще на более высоком уровне. Мы можем с Наташей свидетельствовать о том, что наш брак, он защищен, что мы до сих пор горим такой страстью, в хорошем смысле этого слова, в нашем браке просто на самом деле мы счастливы. Мы можем сейчас, я говорю, мы достигли такого периода, когда мы просто, Господи, слава Богу, сын уехал в Китай, ему там нравится, ну все, слава Богу, хорошо. Дочь уехала в Софии, она поступила в Новый Софийский университет, ей там нравится. Мы никого ничего не заставляли, не принуждали, они сами выбрали свой путь, им нравится то, что они делают. Для нас это очень важно. Сейчас я говорю, мы с Наташей так радуемся, Господи, наконец-то высподелось время для нас. Сейчас мы можем позволить, наконец-то наслаждаться друг другом, Господом нашим, просто вот открывать такие прекрасные горизонты, приехала с Киева Татьяна, она нам пророчествовала о том, что вот у вас такое время начинается, когда вы будете очень много ездить. Через какое-то время нам предлагают поехать в Ирландию, полететь в Ирландию. Сейчас, когда я был в Бургасе, одна сестра, опять она подошла, она приехала в Бургас, она прилетела из Англии. Когда она получила хорошие результаты, она сказала так, я хочу пригласить вашу семью в одно уникальное место в Англии, там такая красота, вы там просто-просто насладитесь. Вот этим каким-то покоем. Представляете, просто люди вдруг ни с того, ни с сего начали просто, до этого не было такого, начали нас приглашать в такие какие-то красивые места. Я просто понял, Господь для нас что-то приготовил. У Бога для нас есть какой-то подарок. Бог хочет, чтобы мы наслаждались семьей. Потому что, вы знаете, у Бога есть очень четкая такая система ценностей или приоритетов. Мы должны эту систему очень хорошо знать. Кто у христианина стоит на первом месте? Взаимоотношения с кем мы должны поддерживать постоянно. Об этом все мои какие-то проповеди, вот эти откровения о том, что как, Господи, чтобы мне постоянно доказывать Тебе, показывать, что я люблю Тебя действительно всем сердцем, всей душой. Конечно, на первом месте у христианина это всегда должен стоять Бог. Мы призваны к этому. Бог на первом месте, а на втором месте кто? Или что? На втором месте семья. Это святое. Это святая святых. Это очень что-то драгоценное. Когда-то мы, например, это не понимали. Мы вместе с Наташей это не понимали. Мы просто вот так вошли в служение. Для нас служение стало на второе место. Мы думали так, что Господу надо угождать, надо служить, 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 служить. И церковь отстранила семью на третье место. Вы знаете, наша семья начала вот так трещать по швам. И мы просто поняли, что мы что-то делаем не так. И мы потом раз, просто быстренько опять поменяли и поставили все на свои места. На втором месте семья, на третьем месте что? Только на третьем месте церковь, тело Христово, это очень важно. И только на четвертом месте это твоя работа, это твой бизнес, это твое предприятие и так далее. Только на четвертом месте. Если вот эта система ценностей как-то поменяется, ну где-то что-то поменяется местами, в вашу жизнь придет дисгармония, просто что-то не так, что-то не в порядке, что-то мы не то делаем, нету какого-то Божьего устройства. Аминь? Давайте мы это еще раз запомним. Бог, семья, церковь и только потом работают. Если вот это соблюдается, мы на самом деле просто, мы можем на этой земле, мы просто являть, просто будем каждый раз являть Божье счастье, Божью гармонию, Божью любовь, Божий совершенный мир. Все заповеди Божьи, они для нас будут не тяжкими. Мы просто будем на самом деле сами наслаждаться и других людей приводить вот в это наслаждение. Потому что Бог, Он не принес религию, мертвую религию на этой земле. Он принес жизнь. Аминь? Христос не принес какие-то мертвые буквы закона, которые убивают. Он принес истины, которые освобождают нас. Аминь? Он не принес скорбь, Он не принес печаль. Он сказал, я дал вам и даю вам мир. Я даю вам радость. Радость совершенную, которую вас никто не отнимет. Аллилуйя. Аминь. Слава нашим Богу. У меня на этом все. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Он возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водное посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Иисус Христос нам показал очень мощный, очень хороший пример. Он действительно полюбил, Он действительно оставил небеса, Он действительно доказал и показал свою любовь. Он действительно сделал то, что на самом деле никто не может сделать. Он сделал невозможное. Давайте мы просто встанем, поблагодарим нашего Господа за Его совершенную любовь. Он доказал свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, так говорит Священное Писание, когда мы были недостойны, когда мы были далеки от Него, когда мы были чужие. Он возлюбил нас настолько сильно. Он сделал и проложил для нас такой невероятный путь, чтобы мы сегодня свободно могли входить во святая святых и свободно общаться и разговаривать с Небесным Отцом. Аминь. Слава Тебе, всемогущий Бог. Аллилуйя. И сегодня Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, мы Тебя так же благодарим, как и вчера. Сегодня, Господь, мы слышали, исполняем ли мы вторую заповедь. Мы размышляем над этим. Дай, пожалуйста, Господь, каждому из нас личное откровение, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец. Чтобы нам воистину быть исполнителями Твоих заповедей, потому что Ты спрашиваешь и сегодня, любишь ли Ты меня? Как когда Ты спрашивал у Петра, Петр, сын Ионин, любишь ли Ты меня? Ты спрашивал у него три раза. И для Тебя это очень важный вопрос. И сегодня, Господь, Ты так же спрашиваешь каждого из нас, любим ли мы Тебя, Господь, на самом деле, от всего сердца, от всей души, от всего разумения. Господь, Отец, пожалуйста, открой нам, Господь, Отец, духовные глаза, духовные уши, чтобы нам слышать Твой голос. Помоги нам, Господь, Отец, воистину, не своими силами, но той благодатью, которую Ты безмерно даешь и проливаешь в нас из сердца силой Твоего Святого Духа, исполнять Твои заповеди, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Слово Твое говорит, что мы не делами спасаемся, но есть еще дела веры. И мы будем в следующий раз подробно разбирать, что есть дела веры, которые очень сильно отличаются от дел нашей плоти. Да, нам сегодня, Господь, Отец, сеять в дух, не сеять в плоть, не пытаться что-то сделать своими силами, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Это абсолютно бесплодно. Да, оно просто позволит Тебе еще и еще раз сделать то, что Ты хочешь. Я верю в то, что за каждым христианином следуют какие-то дела. По этим делам мы будем или оправданы, или мы будем по этим делам судимы. Если за нами идут дела плоти, наши дела, какие бы они добрыми нам не казались, мы будем осуждены через эти дела, потому что мы не доверяли, потому что пытались сами, уповая на самих себя, потому что на пьедестале наших сердец восседала наше огромное раздутое Я. Но если за нами следуют дела веры, дела упования, дела любви, когда мы просто позволили Тебе еще и еще раз что-то сделать через нас, еще и еще раз кого-то через нас полюбить, кого-то простить, кого-то помиловать, кого-то поднять, кого-то взбодрить, эти дела идут за нами, чтобы оправдывать нас, чтобы вести нас в жизнь вечную. Спасибо тебе, дорогой Господь. Даже когда мы составимся, когда мы уже будем ни на что не способны, Господь Иисусе. Эти дела, они будут идти за нами, они будут идти перед нами. И в свое время, Господь, Аллилуйя, Отец, ты сможешь сказать этому рабу, этой рабыне, добрый и верный раб, ты все хорошо сделал, войди в радость Господа Своего. Слава тебе, Господь, поблагодарим тебя во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. любовь креста и в твоих глазах я вижу божью любовь я люблю тебя любовью креста и в твоих глазах я вижу божью любовь я люблю тебя любовью креста соседу своему скажем я люблю тебя любовью креста я люблю тебя любовью креста и в твоих глазах я вижу божью любовь я люблю тебя любовью креста и в твоих глазах я вижу божью любовь я люблю тебя любовь я любовь тебя любовь ты я люблю тебя любовь ты я любовь люблю тебя любовь Субтитры подогнал «Симон»